Продолжение следует... 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 Есть компоненты, которые гнусисип загружает все равно динамически, например, на имспейсе, либо на сэс. Динамически скомпонованный бинарник состоит в основном из кода, который мы написали, скомпилированного, и таблицы символов, которые говорят в каких еще библиотеках ему нужно искать все остальные функции, которые мы используем в нашей программе. В линуксе традиционно давно уже используется формат библиотек и бинарников, который называется ELF, вот, Executable and Linkable Formats, представляет он собой некий архивчик, ну не архивчик, а так скажем, структуру в памяти, которая состоит из заголовка, таблицы, ссылающейся на разделы, каждый из разделов посвящен чему-то, раздел текст посвящен, как ни странно, коду, вот, почему-то он называется текстом, исторически так сложилось, вот, раздел дата содержит данные, ну и так дальше, этих разделов там некоторое количество, вот. Разбирать все вот это безобразие мы с вами не будем сейчас, если вам очень хочется, вы можете пойти в Википедию, там все хорошо написано, вот. И вообще для сегодняшнего разговора формат ELF нам нужен, ну, постольку поскольку, мы должны знать, что он существует. Тот факт, что он существует, нас, в числе прочего, склонит к тому, что, например, когда мы пишем какую-то программу, ну, вот эта программа Pro, что это за программа такая, давайте мы ее сначала вот так на нее посмотрим. Ну, там много чего лежит, там лежит debug info, наверное, в ней, там лежит, наверное, то, с чем она скомпилирована, у нее какой-то путь чар есть, вот что-то такое в ней есть, да? Вот. Анализ с помощью strings ничего хорошего нам не даст. Мы можем посмотреть таблицу имен в ней, и вот это будет гораздо интереснее. Посмотрите, вот таблица имен нашей программы, она состоит из defined имен, то есть, которые у нас уже есть, вот. И он defined имен, то есть, те, которые нужны будут, когда она загрузится в память, которые находятся в других библиотеках, в частности, print, put, char. Вот, отсутствует, в нашей программе не реализован, да? Ну, это понятно почему. Давайте посмотрим в каком-нибудь, в каком-нибудь примере, который мы... А, нет, он через точку classes, да, точно. Вот здесь вот был, тут были какие-то библиотеки, кин-д-д-д. Кажется. Нет, не здесь, в терминал project, вот здесь вот, да, вот он с курсисами, точно. Вот, если мы посмотрим таблицу имен вот такой программы, мы увидим, что больше неопределенных символов, то есть, больше каких-то символов, которые не описаны в нашей программе, на которую они ссылаются, на которую наш бинарник ссылается. Вот, скорее всего, они принадлежат библиотеке курсис, я так вангую, да? Вот, но для этого нужно это узнать. Как это узнать? Какой символ чему принадлежит, как узнать, я, честно говоря, не помню. Вот, а просто узнать, допустим, с какими библиотеками собран данный бинарник, можно с помощью утилиты ldd, который нам и напишет, что вот, мол, для работы этой библиотеки нужен лип-н-курсис-в, и он находится сейчас динамически, будет найден вот по такому-то пути лип-тинфо, и он будет вот там, лип-си, разумеется, лип-гпм, поддержка линекс-консольной мыши, которая, видимо, нужна кому-то, лип-тинфо, лип-н-курсис. Как конкретно работает ldd, наверное, мы будем тоже говорить об этом в следующий раз, хотя есть одна тонкость, которую придется сегодня раскрыть, вот, как она работает, и про всякие сопутствующие переменные этому механизму ld-lab, rip-up, ld-прилот, тоже будем говорить в следующий раз, чтобы не засорять сегодняшнее пространство, посвященное чистое отладки. Вот, наконец, чтобы посмотреть содержимое ELF, есть две группы утилит, object-dump, сейчас я скажу, они из разных... общ-dump, он из benutils, а read-elf, он из ELF-utils. А, тоже без benutils. Ну, значит, значит, значит... значит, просто различных источников, которые делают примерно одинаковую работу. и общ-dump, и read-elf. Там, в Windows, да? Он... давайте посмотрим, что имеет общ-dump. Что мы хотели? Ну, ведь он может нам про наш ELF рассказать много разного, да? И заголовки все выдать, и даже... где-то он умеет декомпилировать, по-моему, дизайд-дизайд, да, он умеет даже диссимблировать то, что у нас есть. В общем, много чего может рассказать. Вот если мы, скажем, общ-dump минус, скажем, t, то он покажет все неопределенные символы в нашем бинарнике. Минус t маленькое, все определенные символы. Вот. То есть то, что... Нет, и те, и другие. И те, и другие. Как определенный минус d, что ли? Да нет, это d дизайд-самбл. Или это дизайд-самбл? Ну, не знаю. Ну, все, и только неопределенные, да, значит. Если сказать ему какой-нибудь вообще минус a, то он... ой, минус a большой, то он покажет вообще все. Нет, нет, не умеет. Это... а, это только заголовки. Минус x, кажется. Боюсь соврать, но кажется, минус x. Так, проверю. Да. Вот. Значит... Пример так же работает ReaDelf. Только он больше умеет, слегка. И у него другие параметры. Другие. Вот. Я умею пользоваться общ-дампом. ReaDelf считается более продвинутой штукой. Ну, в общем, такое. Я не знаю, зачем я вспомнил здесь про это. Давайте так. Я про это вспомнил, потому что мы привыкли... Мы должны привыкнуть к тому, что в эти бинарники мы хотим залезать. И в то, что бинарник на самом деле представляет собой некую сложную структуру, вот как по ссылке. Собственно, я ради вот этой ссылки вообще, говоря, вспомнил про все это. Вот. Некую сложную структуру, как по ссылке, в которой загружается в память в разные места. И вот данные отдельно, там... Исполняющая часть... Исполнимая часть отдельно, которой текст. И еще, может быть, даже... Они... Ну, как бы не могут пересекаться на некоторых характерах. Вот. Но мы сейчас не про это. Сейчас. Давайте мы вот так вот сделаем. Что нужно для того, чтобы нам с вами начать вообще отлаживать программу? Ну, потому что... Ну, нужен отлочек, конечно. Но перед этим, на самом деле. То есть, если вы просто так начнете отлаживать программу какую-то, абстрактную, вы внезапно увидите две вещи. Вещь первая, что практически все содержимое программы состоит из кода на ассемблере. Ну, с вернее, бинарного какого-то кода, который можно дезассемблировать в ассемблер. То есть, вы написали программу на оси, а отлочек вам показывает ассемблер. Почему? Потому что для того, чтобы показывать вам не только ассемблер, отлочек должен знать, где находятся исходные тексты, и как соотносятся исходные тексты с содержимым того бинарника, который вы отлаживаете. Вот эта последняя штука называется DebugInfo. Да, значит, единственное, что вам покажет отлочек и то, что вы увидите, это, собственно, вот те самые имена, которые есть в таблице имен. Они никуда не делись, да. Имена в таблице имен лежат всегда, потому что их нужно... Ими занимается динамический компоновщик, этими именами. И даже если эти имена как-то похожи на те функции, которые вы используете, ну, например, есть функции printf, да, скорее всего, им тоже будет printf. Есть системный вызов write, да. Функцию вы использовали write, а внутренний системный вызов, который, лепсишная функция в rapid, будет называться blah, подчеркни, подчеркни, в write, или что-то в этом духе, или подчеркни, в write, я не помню. Но что-то похожее вы сможете, по крайней мере, узнать. Но весь остальной код будет на ассемблере, если исходные тексты недоступны. У вас будет просто дезэссемблироваться тот бинарник, который мы смотрим. Поэтому вы должны вместе с вашим бинарником предоставить отладочную информацию и исходники. Или указать вашему отладчику, где эти исходники лежат. Более того, если, допустим, вы вызываете какую-то библиотеку, и ошибка происходит там, внутри нее, то, внезапно отлаживая все это безобразие, вы получаете останов, допустим, по сигналу в отладчике, и ваш контекст внезапно показывает опять ассемблер. Почему? Потому что исходные тексты вашей программы у вас есть, а исходных текстов библиотеки, в которой все остановилось, нет. А вы очень хотите узнать, почему там, значит, вот этот секфолт произошел, да, сегментейшн фолт. Что вы такое сделали? Какие такие параметры внутри какой-то библиотечной функции равны не тому, чему надо, прежде чем вы поймете, что вы неправильно сделали в своей программе. То есть, для того, чтобы отлаживаться, нужно три вещи. Отладчик, исходные тексты всего, из чего и с чем собрана ваша программа, в том числе всех библиотек, и дебагинфо ко всем этим сущностям. В действительности есть еще одно важное свойство, которое, когда вы занимаетесь отладкой собственных произведений, не стоит забывать, что в ГЦЦ, ну или в том компиляторе, которому вы пользуетесь, ну, скорее всего, это ГЦЦ, очень мощный оптимизатор. И ваш код может быть заоптимизирован до такой степени, что его мама родная и папа родной не узнает. Вот. И то, что вы будете отлаживать, вы увидите какую-то странную вещь, или вы увидите какое-то место в отладчике, он будет говорить так, оптимайзит аут. То есть, мы остановились на какой-то строчке, но этой строчке, она есть у вас в исходном коде, а в тех бинарниках, которые были в результате сгибены, этой строчке уже даже нету соответствующей, потому что она выоптимизирована куда-то, к чертям. Вот. Отлаживать оптимизированный код довольно тяжело, этому посвящена специальная страница учебники под ГДБ, значит, всем желающим ищите, там прямо есть Debugging Optimized Code раздел. Вот. Мы с вами так делать не будем, потому что у нас тренировочный курс. Вот. Мы всегда будем пользоваться, выключать оптимизацию совсем. Вот тут Александр, который у нас, в общем, гораздо более в теме, чем, ну, хорошо так в теме, подсказывает, что даже с оптимизацией 1 происходят какие-то перестройки кода, которые потом довольно тяжело, ну, очевидные перестройки кода, типа выбрасывание неиспользованных констант, вот этого всего, после чего тяжело разбираться, где действительно тот код, который вы написали, а где, значит, причуды оптимизаторы, и мы всегда будем использовать ключ минус O, большое 0, вот как советует Александр, потому что только тогда у нас получится код 1 в 1, соответствующий нашему, нашему коду наси. Здесь Барс спрашивает про то, что такое ассемблер, смотрите, нет ассемблер для каждой операционной системы, не разный, скажем так, скажем так, ассемблер это программа такая, программа, которая переводит с языка ассемблера там в объектный файл, программа, переводящая с языка ассемблера в объектный файл, называется ассемблер, под Linux существует много разных ассемблеров, вот, тот, который входит в состав компилятора, как правильно говорит Александр, называется ас, вот, но есть еще несколько других, что важно, когда вы говорите, когда вы читаете, что ассемблеры, ассемблеры на разных архитектурах разные, вы на самом деле имеете в виду другое, системы команд процессоров на разных архитектурах, разумеется, разные, и соответственно, языки ассемблера, который будет переводить в исходный код в читаемом языке, в бинарный, вот, будут тоже различаться в зависимости от того, какие архитектуры, то есть для того, чтобы нормально программировать на ассемблере, вам нужно хорошо разбираться в той архитектуре, на которой вы программируете, на самом деле, скажу по секрету, вам нужно также разбираться, и в этой архитектуре, если программируете на C, потому что C, это тоже такой ассемблер, только очень хороший, вот, мы сегодня как раз попытаемся убедиться в том, что знания о каких-то параметрах архитектуры необходимы для того, чтобы отлаживать ваши программы, такие дела, ассемблер это программа, язык программирования, называется язык ассемблера, для того, чтобы создать себе окружение правильное, в котором нормально отлаживаться, вы должны в это окружение поставить не только ваши библиотеки, не только девел версии библиотек, как для того, чтобы с ними можно было собираться, помните, да, давайте вот с курсис посмотрим, rpm-quam, lib-cur-сез-звездочка, только большая звездочка, вот, да, значит, вот у меня сейчас стоят девел версии библиотек, ну, в это, для того, чтобы можно было отлаживать что-то внутри, лежащее внутри библиотеки, нужно еще поставить таблицу символов и отладочной информации к этой библиотеке, которая обычно в дистрибутивах установится в отдельном пакете, давай я попробую это сделать, только курсис, наверное, это не так интересно, а кого же нам взять, у кого, какая библиотека, вот это я не подумал, ну, ладно, курсис, просто с курсисом там будут проблемы отладки, я не хочу сейчас в них утыкаться, сейчас, давайте попробуем что-нибудь, да, а, ПЦРЕ какой-нибудь, господи, плепси-то всегда стоит, я хочу, чтобы была сторонняя библиотека, вот, вот давайте мы попробуем под это ПЦРЕ поставить, поставить побольше чего-нибудь, да, а что? Ох ты, у меня нету дебага-инфо в списке репозиториев, это я облажался, сейчас поправим этот вопрос, сейчас поправим этот вопрос, да, да, это я был нехорош, значит, вам нужно, для того, чтобы отлаживать, в том числе, и содержимый библиотек, вам нужно вот сюда, вот, добавить, это в случае, если вы пользуетесь альтом, да, и позитория, в котором лежат дебага-инфо библиотеки, давайте попробуем, вот, во, вот теперь, да, вот теперь стало лучше, вот, в других дистрибутивах, как правило, тоже используется разделение на дебаг-инфо отдельно, и девел отдельно, и, собственно, основную библиотеку отдельно, сейчас покажу, почему, по-моему, вот треть, ой, у нас новый глипси, что, прям новый глипси, ну, здравствуй, новый глипси, что делать, интересно, как с ним все будет работать, забыл обновить, ну, так вот, сейчас поставим все, и продолжим, значит, давайте, пока оно ставится, тут, правда, быстро, уже 17 секунд осталось, я чуть, чуть дальше скажу, дебаг-инфо версии пакетов с библиотеками, нужны, вот почему, дело в том, что, вот эта информация, дебаг-инфо, нужна только для отладки, не нужна для работы, а еще вместе с дебаг-инфо обычно поставляются также и все исходные тексты этих библиотек, чтобы можно было отладчику сказать, вот там вот, у тебя, смотри, вот там вот, у тебя лежат, вот к этой библиотеке, у которой, которая пострипанная, у которой дебаг-инфо отсутствует, лежит дебаг-инфо, там же исходники, там же все, значит, не ставишь пакет, у тебя чистая голенькая библиотечка, ставишь пакет, у тебя к ней есть и отладочная информация, и исходные тексты, чтобы отладчик все это видел вот это вполне возможная штука так в общем собственно и принято делать и вот по этой причине по этой причине они занимают довольно много места обычный debug info занимает больше места чем основная библиотека в разы да и их обычно выносит один так пицца и пиццерия для пиццерия нужен пример конечно ну и ладно а почему пиццерия 16 у нас нет вот такого их тут много разных они друг с другом несовместимы черт никогда вот так вот вот они 32 тоже нет да что ж такое ну хорошо 3 обратите внимание что для того чтобы этот дебаг инфо приехала мне еще как правильно советовал все тот же видимо александр да мне еще и клипси приехал дебаг инфо смотрите эти вот по крайней мере как у коры его части вот то есть теперь когда мы будем отлаживать в отладчики что-то и заходить в библиотеку по вызову мы можем увидеть даже исходный исходный текст программы кстати давайте это посмотрим заодно перейдем к теме от ланчик а да давайте прямо посмотрим сколько они занимают ну скажем небольшой дебаг инфо клипп царе 3 вот видите все исходники да и какие-то дебага дебаг информация ну давайте попробуем в общем то относительно немного тут 600 килобайтов тут 18 вообще но и тем не менее да тем не менее то файл который не нужны и вот окей значит по царе зря я взял по царе с ним же надо уметь компиляцию ну давайте попробуем господи почему бы нет в конце концов что ж мы не программисты что ли ну елки-палки надо было заранее найти ну вот сушь а может у меня есть ну-ка 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 только не здесь а на моей машине есть он правда большой пример ну и бог с ним вот у пцирье 2 значит не пцирье 3 ну и хорошо вот мы сейчас этот пример просто возьмем как бы не буду же мы все программы сами писать так им цель 2 2 2 2 до 2 же я сказал 2 то хрен 2 2 2 и 2 же дебаган вот кстати обратите внимание что ему потребовалось что-то из липси на этот раз патрида но он притащил еще и патриот дебагин флова отлично вот давайте мы этот пример который тут обнаружил я надеюсь он не использует да не использует скопируем туда на 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 linux прок причем наверное прямо вот сюда вот сюда вот это вот да вот этот пример вот он давайте вы скомпилируем минус g это значит мы включаем дебаг инфо минус о 2 о 0 это значит мы выключаем выключаем оптимизацию ваще пцирье демо минус о пцирье демо что такое а ну мы же забыли забыли сказать что он должен ликоваться с библиотек конечно минус l минус либо пцирье видимо 2 хорошо пцирье нет а как так ща ну вот подоставил все всякой ерунды а то что нужно то что нужно не работаю ну давайте посмотрим а понятно сколько ему нужно говорить какого на объема вот я не буду их делать значит не буду я читать мануалы вслух во время лекции вот потому что это много да в частности в этом сам пцирье есть несколько их изводов для разного количества битов в общем чтобы вам не могу не морочить мозги я хотел всего лишь показать что у меня получается программа зависит от этого самого пцирье 2.8 и если мы ее будем сейчас отлаживать то мы будем по ней ходить окей давайте пока значит считать удать не поглядим конечно но тут тут прям смотрите какой-то паттерн потом вот он создаются паттерны потом мы ищем этот паттерн по файлу что ли так надо понимать мы его компилируем дата компиляция матч короче такой греб для бедных по моему да ну кася да потом и саджик это такой греб чего-то в чем-то отлично шикарная прекрасная программа она должна работать вот так вот нашел в третьей позиции хорошо а плюс нашел в третьей позиции нашел в третьей позиции а плюс а плюс бы не нашел нашел в третьей позиции а бы ну короче вот да это такой греб да вот этого это регулярные выражения первый параметр второй параметр в чем могу искать отлаживать возвращаемся к нашим баран точнее к нашим gdb мы теперь знаем что надо говорить минус г минус а большое вот а дальше мы будем ходить внутрь запустим нашу программу gdb середина и тут мы попадаем в некоторую штуку которая является утилитой командой строки и несколько непривычно по отношению к нашим вот таким вот типичным интерфейсом отладки когда мы говорим что такое от лачка от лачка такая пошаговое прохождение программы по строчкам нам выделяется красивым цветом номер как бы строчка который сейчас выполняется а дальше мы и пошагу проходим но в действительности это все оболочки вокруг того самого gdb а мы сейчас немножко по хардкор ничем чем мы имеем что мы имеем сейчас на руках на руках мы имеем запущенную программу нашу пцре дема от которой не выполнены еще ничего вообще ничего включая даже не стартовал его исполняющий системы си потому что программа написанная на си она сначала из недр глипси выполняет какие-то бинары и какие-то кусочки вот объект нички помните мы когда смотрели как компоновка происходит там к вашей программе прикомпоноваться еще пяток каких-то стартапов преамбул и за счет наоборот этих самых завершений вот вот все до всего если мы сейчас скажем рамп или просто нет не ruin ран то наша программа выполнится вот скажет что извините это это ее диагностика она скажет что вы неправильно запустили надо запускать с параметрами командной строки а именно ригерс иншабжек стринг но это мы потом сейчас мы к этому вернемся а пока значит давайте попробуем просто поотлаживать что мы можем сделать можно поставить бэкпоинт можно сказать брэкпоинт просто брэк и дальше указать в каком месте программы мы должны это дело остановиться ну самая классическая самый классический вариант использования сразу поставить брэкпоинт нам и вот он он говорит так вот в памяти в коде ох не будет там по трэдов не будет там по трэдов не пугайте меня александр прямо сейчас а дебаги подряды мы не станем вот значит просто пациент рецепт библиотека и соответственно ее можно с патрэдами хотя 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 она тут есть да ну да ладно значит я надеюсь мы их не увидим хотя черт его знает спасибо что предупредили поставили брэкпоинт теперь мы можем снова говорить ранг и вам внезапно наша тача говорит мы остановились на функции мы можно посмотреть ее нет просто эль вот кусок кода на котором мы остановились кстати если вам очень хочется можно вот так сделать да будет сверху окошечко который будет показывать где мы вообще находимся да эта командочка туди и не был текст юзер интерфейс иные там будут свои проблемы и я в какой-то момент он не надоест я выключу но пока что видите мы даже наследуем этой парадигме что мы можем делать мы можем выполнять по очереди команды с помощью команды next next это мы выполнили до первую и вот сейчас мы войдем внутрь потому что ргц у нас не равно трем выполним принт и на этом собственно закончим все программа закончил свою работу вот давайте я еще попробую поставить да 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 есть есть такая удобная вещь но ассемблерный код мы смотреть не будем а то тут люди пугаются ассемблера можно еще вот такую штуку попробовать поставить если он есть есть можно попробовать его он он еще более развесистый вот он умеет видеть что-то раскрашивать брейк мэйн а понятно это я зря так сказал вот ничего не хочет посмотреть на сам коды вот они хорошие годные ассем коды чего вы там хотите в них узнать я не знаю так пробуем попользоваться cgdb да брейк мэйн ран остановились на next next и сейчас мы вылезем это это вывод нашего приложения и сейчас мы выйдем return смотрите мы где-то в недрах а нет еще нет еще не в недрах и вот сейчас в обратите внимание вот на на данный момент а очередная команда next при отладке вывела нас куда-то наружу в кишке да там это и тэшный синтекс вы правы наружу в кишке липси вот потому что мы выполняем как это есть прям было есть пост там был забыл как это называется короче мы выполняем ту часть кода который выполняется после всего вот все еще next и вот теперь только процесс закончился давайте более хитро поступим давайте снова его запустим ран и вместо команды next будем использовать команду степ команда степ отличается от команды next тем что она заходит внутрь всех функций вот сейчас мы зайдем внутрь функции printf жмак и мы попадаем внутрь библиотеки липси вы его выполняющий функцию printf вот сейчас буду говорить next но в принципе можно даже вот тут вот но это был макрос нам да давайте говорим степ вдруг нам еще куда-нибудь мы куда-нибудь холопа мы выше вышли внутрь функцию внутрь функции и о валидейт в этой был короче какие-то проверки каких-то ссылок чего-то на что-то вот еще даже глубже куда-то можем войти ну короче вот дать посмотрим как мы глубоко забрались не так уж глубоко как видите мы ходим по вызовам функции друг друга причем это функции библиотечные страшные ничем как бы тяжело нам понятные но тем не менее существующие вот и всегда можно посмотреть кто кого вызывал bt от слова backtrace нам покажет весь стек вызову функций да вот функция main из которой все началось вот ее блок параметров вот функция geoputs которая была вызвана когда мы хотели распечатать вот эту строчку и и вот функции юнира в алекс вкус которая там что-то умеет как для чего-то нужна служебную я даже не знаю для чего вот для того чтобы вернуться к предыдущей функции на сказать фильм финиш и еще раз фильм и нас возвращает к тому месту откуда мы функцию вызвали да значит next это выполнение следующей строчки кода степ это заход функцию если следующая строчка код является вызовом функции fin это возврат до выполнять до выполнения функции до того до конца до возврата в предыдущий в предыдущий фрейм предыдущую в предыдущий вот еще есть адванс я не знаю что такое давайте почитаем help advance а это выполнить до данного места ну довольно удобный штука давайте попробуем перезапустим его до перезапустим сначала и скажем advance до 26 строчки о видите программа выполнилась вплоть до 26 строчки так тоже можно нас правда все время здесь выкидывает нам бы задать какие-то параметры нашей функции чтобы нашей программе чтобы задать параметры программы ее эти параметры надо вводить отсюда из из дебангера они оттуда из командной строки то есть на сказать ран ну и дальше что у нас там было а.б.квер 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 вот вот теперь у нас по идее должно быть принт аргв ну звездочка аргв ну ну хорошо первое а второе не 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 так аргв первое а.б.квер вот обратите внимание на команду p print который позволяет просто вывести на экран в сишном синтаксис какой-то какой-то объект кусочек кода и все такое вот чтобы посмотреть что там лежит например наш дебаггер знает что существует пространство имен аргв и он даже умеет понимать что это этот самый массив ссылок и соответственно аргв первое в 2 отлично вот нам показывается что это а.б.квер а вот теперь мы можем даже чуть-чуть подальше по отлаживаться потому что нас сюда да значит это просто преобразование типов это просто кастинг такой в церкви 2 вот здесь мы вызовем функцию стерлен можем ради прикола сходить в исходный код программы носи ну в общем мы чего ничего военного там не увидим дайте скажем степ вот мы залезли в липси нет еще я сказал степи ясно стрелян это макрос потому что потому что сам же кто у нас константно видимо или я просто не на ту кнопку нажал ну ладно фикс на вот сильно не может быть макроса ну и тем не менее сейчас вызывается вот это вот самый пациентная фигня мы компилируем регулярное выражение вот не полезем мы внутрь хотя давайте полезем вот мы залезли внутрь уже ничего библиотеки пцр е да вот там какая-то значит какой-то код выполняется ну в общем да дать посмотрим как глубоко мы залезли ну так глубоко вот у нас была наша программа и мы сейчас влезли функцию компайл компилируем что-то такое вот давайте давайте выйдем отсюда фильм вот скомпилировали обратите внимание на то что мы даже можем посмотреть контаксес мемори адрес а почему а понятно обратите внимание на то что мы даже можем посмотреть на содержимое структурки а по цире коду процент 2 код 8 это всего лишь структурка до просто сказав ей print почему дебаггер умеет ходить знает какого как как у указателем на какой тип данных является эта структурка и он видите даже показывает все ее поля более того если поля строками он может даже показывать начало этих строк вот такие вот такие вот прекрасные штуки поскольку у нас не 0 мы проехали дальше вот такой мальч дата а что такое мальч дата я даже не знаю ну просто какой-то мальч дата а что если я его посмотрю понятно там какая-то какой-то 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 мегабайт что за мегабайт фиг его знает ну и бог с ним тогда не буду его трогать вот дальше мы вызывают функции матч ну короче вот отладчик мы уже знаем что breakpoint можно поставить пом да что-то как-то как-то вот не слабые данные как там многовато ну бог бы с ним по имени функции это очень удобно потому что мы не должны знать номер строки просто вот 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 когда будешь вызывать вон ту функцию пожалуйста на входе в нее остановись вот breakpoint можно ставить по например номеру строки вот мир 45 строчка поставим b45 ну пробел breakpoint 45 вот и теперь мы можем смело перезапускать нашу программу ран она остановилась на на первую на первую на первой точке останова вот потому что мы сами сказали что на мои не надо останавливаться и она один раз видите уже в нее влепилась больше она в нее не влепится мы им все-таки обычно вызываются программе на си один раз вот а на второй точке останова он еще не останавливаюсь 45 строке когда мы сказали бы 45 мы можем сказать просто континью все будет и она остановится там где мы залепили вторую строчку эту точку останова и теперь у нас инфобэкпоинт говорит так там один раз стоим здесь один раз все как у людей вот это что касается точка останова точки останова можно еще делать по изменению ячейки и даже целого выражения вот это называется watch point а еще можно си плюс плюс на исключение или ошибки сисколов ловить от называется catch point то есть есть допустим вы вызвали какой-то системный вызов вы можете перед тем как все развалится потому что это системный вызов выбросил какую-то ошибку или перед тем как эта ошибка обработается да вы можете поставить на него точку останову и посмотреть с какими данными какие данные к нему приехали с какими данными он вывлился вот это все вот watch point даже можно сейчас с вами попробую проделать давайте мы а как это сделать так вот да да можно удалить точку останова 45 строке и вместо этого поставить watch point а как он называется watch point и есть вот написать watch point watch point допустим рц что будет означать буквально следующее всякий раз когда наше исполнение будет изменять содержимое ячейки рц переменной у нас будет происходить в бэкпоинт ну давайте перезапустим опять программу сначала вот наш брейк кстати брейк можно удалить с мэйна но пускай будет мы скажем континью ой и он не упал на watch point что-то я видимо запутал да да а а дубль 2 он и удалил к сожалению она да дать еще раз а вот значит в прошлый раз это просто удалился поскольку переменная исчезла из поля зрения ведь в этот раз я остановился на мы не добавил watch point сказал континью и у меня сейчас исполнение остановилась потому что этот watch point сработал вот он что сработало сработало изменение рц до сработал стражевая и сторожевая собачка которая смотрела не меняется ли переменной рц она поменялась ну и значит с этого момента можно да да это удобная штука когда у вас не происходит непонятные изменения в памяти до до обмазать эти памяти watch догами и посмотреть а кто что допишет провод кто да чтобы у вас ваш отладчик остановился в тот момент когда происходит доступ к этой памяти вот ну как видите print мы с вами уже смотрели в приз в принципе вы можете вместо принта сказать шоу кажется или дисплей можете сказать дисплей и тогда у вас этот принт будет каждый раз повторяться ах барс а кто знает что такое ошибка единственная ошибка которая может быть в козе состоит в том что ваша программа больше не может выполняться например вы сходили по неправильному адресу обнаружили кури дамка в смысле бугорит дамп всех фолд вот это все по такой ошибке конечно же вы на нее перейдете потому что программы дальше выполняться не вот вы можете добавить с помощью дисплей добавить вообще просмотр какой-то переменной всякий раз когда у вас останавливается выполнение вот этим она отличается от принт вот совершенно справедливо я как раз хотел ее показать вот александр прям меня это самое прямо из-под пальцев вынимает значит в принципе мы можем посмотреть давайте только не на этом не нам по цире дема на другой программе посмотрим на другой программе посмотрим как пользоваться этим экзамайном хотя можно наверно попробуйте так смотрите значит вот у нас есть допустим наш рц и рц эти большие данные да принтер ци не торцы это всего лишь результат print match дата а он слишком большой а что там у нас было раньше я не знаю как в этом как в этом цгдб подняться наверх я хочу подняться наверху цгдб а пожалуйста мы можем просто посмотреть там начиная с двадцатой строчки покажи память вот во вверх патер компайл вот не не я не про это значит а ну или а понятно что можно посмотреть патер компайл аргвы да хорошо давайте посмотрим аргвы аргвы да звездочка аргвы первое второе экзамайн аргв экзамайн это адрес вот это что такое это у нас мы посмотрели содержимое аргвы но не как строки а как одно из ячейки памяти 6d 6f 6 8 2f это как раз и есть 2f это слэш 6 8 это х это о а это м вот ну еще можно сказать что их 4 x 4 вот пожалуйста все 4 до х а нет слэш 2f слэш х о м е слэш эмм господи 6 6 6 это г г г о р г слэш ну короче вы меня поняли да значит мы с помощью утилиты экзамайн рассматриваем память причем мы можем рассматривать в любом в любом месте например вот у нас аргвы 1 давайте мы еще скажем скажем с кому-то 4c вот 2c вот можно посимульно посмотреть да 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 именно так вот опять александр у меня есть подруг просто вынимает то что я хотел сделать 2 допустим с прекрасно но мы можем взять и написать вот так то есть мы можем вот здесь вот написать адресные выражения и посмотреть кусок памяти например который лежит дорк в 0 только давайте вот так сделаем 4 4 4 не 4 а 16 вот 16 s так выясняется что дорк в 0 лежали нули поэтому с точки зрения s они вычисляются как строчки и вот 10 другой 3 4 потом он нашел аргвы 0 аргв 1 аргв 2 а потом поехал в памяти дальше лежит дальше лежит дальше лежит environment который тоже лежит как строчки видите вот то есть мы прям всю память можем посмотреть с помощью экзамайн вот ну и вообще можно написать дамп дамп это это такой хекс дамп да мне кажется а помимо а понятно и все в память ладно не будем этим заниматься значит это значит это речь идет о том что можно сдампить все в память или всю все экзистры или регистры или еще четко куда вот бактерии смотрели а знаете чем еще не смотрели вот по цире дема наша давайте мы сходим будем продолжать отладку сюда вот сходим принт ой ну тут неинтересно залезли в принт залезли в вас старт это макрос залезли в в принт куда то влезли смотрите бактерии если мы хотим вот мы у нас стек вызовов состоит из функции main в которой мы были функции принт функции в принт если мы сейчас хотим посмотреть не то место где мы находимся а содержимое допустим видите фрейм номер 0 это тот в котором мы сейчас фрейм номер 1 это из которого нас вызвали фрейм номер 2 это из которого вызвали фрейм номер 1 мы можем сказать ап и внезапно мы перемещаемся во фрейм номер 1 функцию printf можно сказать еще раз ап и внезапно контекст нашего рассмотрения разумеется перемещается в фрейм номер 2 в нашу функцию main из которого был вызван printf из которого был вызван этот самый ну вот этот в принт в интерн вот ап и даун соответственно можно вернуться обратно да похоже тем самым мы переключаемся переключаем область видимости с одного фрейма на другой и можно посмотреть например переменную из которой все происходило в данный момент да или что такое вектор вот какого размера непонятно какого размера значит короче говоря поработать с контекстами разных функций вот апдал переключаемся и переключаем область видимости а где же здесь отладка мы пока что просто изучаем си с помощью изучаем си с помощью этого самого с помощью отладчика кстати сказать у меня тут есть ссылка на статью которая так и называется изучаем си с помощью отладчика вот learning c with gdb gdb вот и даже есть перевод этой статьи на хабре перевод так себе прямо скажем но для тех кто не осиливает английский серьезно лучше наверное смотреть перевод и этот вот товарищ который основал школу хакеров он как раз ровно этим и занимается запускаем gdb в нем смотрим всякие штуки значит обращаю ваше внимание на то что я ради удобства использую не гдб а си гдб специальная оболочка вокруг гдб которая показывает контекст вверху все таки так удобнее вот все таки так удобнее в некоторых случаях это не всегда возможно но как правило ваш терминальчик все это позволяет и как бы все но давайте подложим вот эту программу она веселая не буду я ее писать в онлайне с вашего позволения мы просто код почитаем вот вот такая веселая программа как она устроена вот в ней есть три функции tst, tst2 и main вот функции main есть локальная локальная переменная b вот дальше мы эту локальную переменную b передаем функции tst в качестве параметра в этой функции tst что-то происходит вот что-то бессмысленное достаточно у нас там есть переменная x в нее что-то присваивается а потом все сразу выбрасывается а потом мы ходим функции tst2 в которой мы тоже в общем совершаем какую-то глупость потому что у нас есть какая-то переменная a которая указывает непонятно куда в это непонятно куда мы жестко записываем 42 и вот значит такая функция такая программа вообще не должна работать потому что мы нарушили главное правило хищника у нас переменные неинциализированные не x но хорошо с x ладно с x все понятно у нас неинциализирован вот эта переменная a этот указатель указывает хрен знает на что если мы сейчас да совершенно справедливо если мы сейчас внезапно закомментируем вот эту функцию такая программа я надеюсь упадет давайте попробуем минус 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 0 я сказал давайте запустим вот александр просился все их есть у меня эта программа не работает почему она не работает мы сейчас узнаем мы сейчас и отладим вот а знаете что я забыл сказать если вы хотите отладить программу и передать ей параметры например вот этот самый бцирье дима слушайте про опции компиляции я расскажу отдельно хорошо вот бцирье дима ну что там а б а б плюс вот так да если вы хотите только а б плюс вот так извините если вы хотите передать вашей программе параметры и при этом ее отлаживать у вас есть два пути первый неправильно это нулевой неправильный путь первый путь это передать программу параметр программе в команде run вот второй путь это передать гдб самому гдб ключ минус минус аркс который будет означать что все дальше идут идет запуск пара программы и ее параметры не параметры гдб видите при попытке запустить вот так вот вот это гдб счел его собственными параметрами он сказал нет такого вот вот а если вы скажете минус минус аркс все значит с этого момента вы запускаете программу ее параметры вот и вот теперь она работает да вот это было небольшое отступление значит программа упала давайте еще раз посмотрим на нашу программу которая упала про которую тут александр советует ее просто компилирует с нормальными опциями и у нас компилятор все найдет к сожалению к сожалению к сожалению современный компилятор гцц очень много таких косяков находят сразу и на нашу долю остаются только очень неочевидные косяки вот хорошо ли это или плохо не знаю вот это косяк очевидный но он очевиден и именно потому что мы специально попросили компилятор вернее мы специально не попросили компилятор его найти я думаю что то что сказал вот ключики вол нам все расскажут про эту программу кстати давайте попробуем да нам рассказали на самом деле все про это ну да бог бы с ним забудем про то что мы вот тем более что в real life бывает так вы имеете дело с унаследованным кодом в несколько сотен тысяч строк или десятков тысяч строк ну короче в очень много строк и вы имеете вот таких вот ворнингов ну тоже порядка десяток там несколько сотен а может быть тысяч понятно что каждый из ворнингов не пофиксишь вот и более того ты пофиксишь она работать перестанет потому что там какие-то значит взаимоисключающие глюки или еще что-то в общем это си да с сями так просто не работает вот понятное дело что если мы как бы вот поступим так как советует александр мы как сразу увидим что вот вот это вот нехорошо и надо сюда этот код нуждается в анализе но предположим мы этого не сделали мы просто скомпилировали у нас никаких ошибок добренький си сказал что все хорошо мы запускали функцию а она падает программа давайте отлазим сразу опять же будем отлаживать cgdb он мне понравился я только одного не умею не умею в нем прокручивать вот этот экран ну да бог бы с ним давайте поотлаживаем bmain run поехали с так вот сейчас она упадет дать мы даже могли сказать не так смотрите мы могли сказать просто gdb fun run и он он тут же упал где он упал он упал функции теста 2 в одиннадцатой строчке вот давайте на нее посмотрим вот она одиннадцатая строчка потому что мы он не смог положить выполнить выполнить эту одиннадцатую строчку звездочка равно 42 почему потому что а у нас лежит 0 это адрес такой мы не можем положить по адресу 0 а значение 42 большинство архитектур современных так устроено что мы вообще не можем ничего положить по адресу 0 потому что это одна из самых популярных ошибок программистов на си то есть завести какой-то указатель не инициализировать этот указатель вот хорошо что там 0 а вдруг там не 0 а какая-нибудь ваша память не инициализированная но ваша не верьте что такое бывает сейчас покажу значит ну здесь все очевидно да мы в атлатчике посмотрели содержимое а очевидно что записать по адресу 0 ничего нельзя нам повезло значит как правильно сказал gcc да как правильно сказал gcc не инициализированный перемен раскомментируем эту строчку диану тут у нас раскомментируем запустим программу как видите все работает все работает только есть одна маленькая странная веселая невеселая проблема чему равно б б равно 7 изменяется ли б в функции тст нет в функции тст б не изменяется просто какой то какая то происходит какая то происходит возня бессмысленная потому что мы создаем контекст в этом контексте у нас есть локальные переменные x в эту локальную переменные x складывается закащенный скастованный до лонга адрес p после чего все сразу уничтожается и всем хорошо то есть в функции тст не происходит ничего с точки зрения ну скажем так алгоритмического языка в функции тст 2 тоже не происходит ничего потому что создается какая то локальная ссылочная переменная а да указатель по адресу заносится 42 и значит все почему у нас что происходит с этим самым b почему у нас b равен 42 как так вообще b равно 7 b равно 42 давайте отлаживаться ну что поехали как ведь она даже не падает что самое плохое ошибка есть программа не падает это хуже всего давайте классика бмэйн не бэйн а бмэйн я сказал бмэйн а ты чё говоришь ой а чё я сделал а как обратно перейти а все и просто и я уже прочел вот он все еще проще вот да интересно что я нажал в обратную сторону не знаю что я нажал но надо будет поэкспериментировать мне понравилось а а значит брейк мэйн так ой неважно ран поехали значит сейчас мы войдем в функцию теста один да это мне неизбим выходить эммм сейчас мы войдем в функцию теста один и посмотрим что же такого она делает что после ее вызова программа перестает падать обратите внимание на русские буквы а программа перестает падать и б меняется переменной б так ну смотрим что у нас происходит у нас есть функция тесты у которой передано переменная п в памяти да это ее параметр и еще есть локальный переменный x да ну да x у нас лежит по адресу вот такому это у нас адрес b и сам p лежит по адресу вот такому да вот что у нас лежит в p п сам п у нас в п у нас лежит вот он в п у нас лежит адрес b да так тут экзамайн это я неправильно сказал print p да в п у нас лежит адрес b мы когда вызывали эту функцию вот здесь вот мы ой но 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 вот 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 здесь когда мы вызывали эту функцию мы передали в качестве параметра функции теста мы передали ей адрес б сюда этот адрес по лежит в первенной п да правильно вот тут человек как бы опять же советуют ценные вещи значит ну в общем я сейчас интересует другое меня интересует что происходит у меня в программе мы сейчас что сделаем мы сейчас в x о не в x а в ну да в x п господи 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 я не знаю как как посмотреть значит в x лежит что то ну я знаю что лежит в x в x число которое на самом деле является адресом переменной п да ну в общем нет потому что мне нужно само x посмотреть ну вот тут можно вот вот нет не надо мне путать ладно все проще давайте просто посмотрим в x лежит что то что на самом деле является адресом переменной п да если мы вот так вот скажем вот вот это вот вот это вот оно же не п а б господи б только ее в контексте нету да вот ну ладно поехали дальше вот мы отсюда вылезли и вот мы залезаем в функцию tsc2 в функции tsc2 есть переменная а в которой что сейчас лежит в которой внезапно внезапно лежит адрес нашего b такой же точно который раньше лежал в переменной который был передан функции tsc и лежал в переменной x смотрите наша неинициализированная а она оказалась интеллициализированным этим самым адресом почему так ответ очень простой мы вызвали функцию создали фрейм то есть набор параметров этой функции в которой в котором лежит ее вот у него есть часть передачи параметров в данном случае один где-то первый параметр второй третий и есть часть фрейма которая отведена под локальные переменные первая локальная переменная будет лежать на самом на самом дне фрейма потом вторая чуть выше чуть выше чуть выше пока этот фрейм не забьется когда он забьется согласно обе мы будем как-то по-другому эти самые локальные переменные заводить все это на стеке происходит у нас на стеке выделен целый фрейм в этом фрейме лежат локальные переменные мы вышли из функции tst мы естественно вот этот кусок памяти весь освободили вот мы вошли функцию tst2 ей был выделен все тот же кусок памяти и переменная а оказалась на том месте на том самом месте где раньше лежала переменная x в памяти вызов одинаковый фрейм одинаковый переменных локальных по одной штуке это локальные переменные оказалось в том месте памяти где у нас раньше был вот этот x а в этот x мы самолучно самолично положили адрес нашей переменной b вот то есть мы случайным образом сделали так что наша неинициализированная переменная оказалась инициализирована валидным адресом и этот адрес еще потом используется ну и все дальше дальше пошло поехало дальше мы взяли положили по адресу да 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 по адресу положили положили значение и получили вот эту ерунду другой способ поймать ту же самую ту же самую фигню состоит в том чтобы надо повесить watch point сейчас мы это сделаем давайте выйдем давайте обратно войдем скажем скажем традиционный break скажем run да что нам не нравится нам не нравится что b меняется давайте скажем watch b run или continue 1 watch point сработал когда мы в б положили 7 раньше там лежала число удивительно напоминающая 2 в какой-то там степени в пятнадцатый в четырнадцатый почему там лежит 2 в четырнадцатый так кто ж его знает это же стек там лежит что угодно теперь там лежит 7 очень хорошо давайте продолжим ой говорит нам отладчик смотрите а вот вот в этой строчке вы в вашу переменную b оказывается кладете 42 почему да потому что в а лежит адрес этого самого b ну а дальше мы начинаем отлаживаться и понимаем как мы дошли до жизни такой вот во спасибо александр на самом деле мы конечно же не забыли про то что можно использовать обычный printf да вот не мучиться и написать printf в тех случаях когда нам нужно вывести значение переменной в правильном формате просто писать printf как в си он вызовется и будет работать вот вам пожалуйста сеанс отладки черной магии которая в общем вполне очевидно становится если знать как устроен вызов процедуры все на вашей архитектуре что там есть фрейм стеки что в этом фрейме размещаются локальные переменные и что мы просто так вышло что а было размещено а было размещено в том же месте в памяти что и x хотя обратите внимание у них но это значит длинные целые или это значит длинные ну вот в общем вот вам пожалуйста сеанс разоблачения черной магии поскольку у нас планируется домашнее задание а мы с вами в общем боролись с интерактивной средой под названием гдб домашнее задание будет на сценарий для гдб сценарий для гдб сценарий для гдб сценарий для гдб вот документация по нему ужасно простая штука вы можете просто пишите список команд гдб которые выполняются какие команды гдб бывают if else while loop loop break loop continue то есть break и continue просто слово break уже и слово continue уже зарезервированы поэтому loop break и loop continue и end в качестве еда к вайлу и к if все это все все остальные команды гдб это команда гдб здравствуй учебник по гдб вот есть статья скриптинг гдб простая в которой приведены некоторые простые скрипты которые можно натравить на вашу программу и они выполнятся вот давайте я когда буду делать домашнее задание я нарисую какой-то простой тестовый пример вот в домашку вставлю пример непростой да значит на скриптинг но идея очень простая да вот вот этот вот текст который у меня вот здесь вот помечен словом простое да показывает чем можно делать вот есть чуть посложнее статья другого товарища который от начала до конца рассказывает что можно делать гдб у него кстати тут очень интересные штуки описаны давайте я лучше расскажу про то что еще гдб умеет чтобы вы знали что это что это вообще бывает вот вы можете вставлять в код вашей программы динамический принтер вы можете сказать что вот пожалуйста вот в этом месте ваша программа пускай выполняет принтер когда будет проходить через него то есть помните старую добрую отладку принтфами берем программу на си наполняем ее принтфами компилируем работы можно ее наполнять принтфами из гдб давайте в очпоинты мы уже у вас были среды это бог с ними с тредами скриптование здесь описано вы можете сохранить брэкпоинты файл и потом их оттуда загрузить чтобы каждый раз не мучиться над тем же проектом самое прикольное что есть гдб это отладка задом наперед если вы включаете в начале сеанса рекорд он то у вас будет запоминаться состояние вашей программы и вы можете продвигаться не только вперед ну и назад по программе то есть у вас случилась ошибка вы раз 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 от от скачения задать попробуем мне даже интересно давайте попробуем значит время еще чуть-чуть нам позволяет а ну даже не так просто вот так так b main record а run on help record и чё next давайте обратно попробуем reverse s смотрите она идет обратно вот мы расприсвоили x обратно чё было с ума сойти вот такая вот такая вот вещь то есть давайте проверим работает ли это с ух время нету ладно сами проверите можно проверить работает ли это с секфолтом то есть если мы нарвались на секфолт и все повалилось можем ли мы обратно значит это все проиграть если мы запись включили все значит осталась последняя тема буквально минута у нас но я чуть больше с вашего позволения займу значит мы с вами уже видели что помимо классического гдб есть еще к цепь гдб который позволяет в текстовом экране по крайней мере лимитик вверху вверху контекста если его изучить а не так как я то можно ему значит быстро пользоваться с удовольствием вот есть оболочки вокруг гдб они чаще всего встроенные ваше де но есть и стендалон есть проект не мивер правда он очень медленно развивающийся вот который вам ну вот он уже прям такой прям отладчик отладчиком вот есть тот самый дебаггер отдельный кдбг в проекте кде вот эти все штуки вам не помогут если у вас отладка происходит на удаленной машине как у нас на сервере практикума на котором кстати никто так и не зарегистрировался видимо все здесь присутствующие имеют какой-то имеют какой-то свой собственный линукс на котором они все это делали вот в качестве бонуса я хотел бы продемонстрировать про проекта который называется гдбгуй гдбгуй это проект на питоне который позволяет отлаживаться из окна броузера путем запуска сервера на стороне клиента а броузера на стороне где вы сидите а сервер на стороне отлаженной машины давайте посмотрим как это делается пипикс какой пипикс зачем тебе пипикс уйдите своим пипиксом почему считаешь нужен пипикс я не знаю я не знаю что пипикс а понятно ну и лунать вот значит ставим ставим этот гдбгуй ну давайте поставим у нас пип то есть нету пипа но нету пипа как это нету пипа пускай будет пип а пип 3 есть пип 3 есть очень хорошо видите он с собой фляску тянет фласк это этот самый фласк это собственно веб сервер такой сервер приложений такой простейший сервер приложений на питоне гдбгуй по умолчанию гдбгуй не запустится у нас сейчас на удаленной машине он только на этой машине может запуститься надо пробросить туда пробросить туда порт да сейчас погодите вот смотрите он сейчас вот если мы приконектимся вот сюда на порт 5000 то у нас прямо в брозере откроется откроется отладчик проблема стоит в том что надо сначала этот порт прокинуть да давайте прокинем минус л локал хост нет 5000 локал хост 5000 боюсь ошибиться нет лист ну хорошо pdlin 05 гдбгуй возможно там надо было минус р сказать я немножко туплю локал хост 2.5 тысяч да что ты будешь делать тороплюсь локал хост 2.5 тысяч тадам значит что сейчас произошло как как файл загрузить у нас открылся гдб с той стороны вот а брозер открылся с этой еще раз я отлаживаю программу вот тут а брозер открылся здесь только я вот в этом плохо разбираюсь тут надо открыть файл файл открытие лод файл шоу файл систем файл а нет не види не понимаю слева вверху синяя кнопка вот байнари спасибо только она не работает а господи как она там называлась то программа наша программа наша фу нын фу нын ну-ка фу нын и ну вот а дальше все поехали это next а это степ только надо сказать ему breakpoint main а он по умолчанию стоит breakpoint main обратите внимание он прям пишет что breakpoint main да о вот он остановился на мэйне да остановился на мэйне дальше говорим вот это next по моему нет а где next это 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 up и down понятно не хочу up и down не хочу up и down вернись а это мы степ сделали да жух ну короче осваивайте эту штуку она немножко странноватая вот но работать она работает я просто ею редко пользуюсь последний раз я пользовался год назад когда читал эту лекцию вот но это единственный вот такой дешевый способ если у вас есть удаленный удаленный все сервер останавливаем если у вас есть удаленный да 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 все правильно александр там какие-то другие кнопки правильные не и си это по ассемблерным инструкциям вы все правильно говорите вот значит если у вас есть удаленная машина которую хотите отлаживать и на ней можно запускать питончик то вот пожалуйста вам решение все значит время у нас прям практически вышло совсем я а я еще хотел показать пример скриптования давайте покажу и на этом отстану пример скриптования на питоне на gdb у него есть такой файл называется gdb и нить вот у меня есть gdb и нить мой локальный в этом локальном gdb и нити есть две настройки чтобы он сохранял историю и чтобы он не синим писал адрес а желтым потому что синий по черному у меня переопределенные синий цвет и синим по черному практически не видно а вот это вот фиговины это как раз скрипты на языке gdb которые позволяют печатать на экран кутешные строки qt strings qt 5 дело в том что qt 5 string это сложный элемент не являющийся простейшая сишной строкой с 0 в конце вот ну и вот здесь написано значит как печатать выводить qt 5 string если она скомпилирована динамически и статически вот это конечно не я написал я где-то скопипастил это дело но это такой отличный пример скриптования на на языке gdb и что-то похожее но гораздо более простое ждет нас в домашнем задании все все барсу тут выносит мозг что мы создали программу на питоне а вы знаете что к gdb есть сценарии что с gdb можно сценарий на питоне писать у него здоровенный питон api мы можем писать сценарий gdb не не на языке gdb на питоне я правда это не изучал вообще но это можно все значит извините что я столько выжил времени хотелось рассказать больше домашнее задание будет по gdb скриптингу имейте это в виду и надеюсь что не сложные сложные давать не буду вот ну и собственно на этот раз я вас не обману и в следующий раз я тоже не расскажу про cmaic mizon и авто потому что у нас есть еще одна тема связанная с отладкой она называется она называется она называется трассировка и защита памяти вот valgrind стресс вот это все вот так что все вот всем спасибо и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...